Привет, дорогой Абитурия! Сегодня в этом выпуске мы поговорим с тобой на тему о том, как сдать успешный творческий экзамен и расскажем тебе топ-5 правил, а также не упусти возможность, ведь сегодня ты узнаешь, какие ошибки ни в коем случае нельзя совершать. И перед тем, как начать саму работу, необходимо начертить рамку. Это очень важная деталь. Запоминайте, с левой стороны 2 см, с остальных сторон по 0,5 мм. Работа выполняется, используя 4 вида линий. Если ты еще не знаешь, какие это виды, то бегом в интернет, гугли, смотри. Это очень важное правило. Следующее, о чем вам обязательно нужно знать, это компоновка. Ранее, в предыдущих видеороликах, мы говорили вам о том, что вам будет даны две проекции. Из них вам нужно будет построить третью и аксонометрию. Работа уже есть в нашем рабочем чате в WhatsApp, где вы можете просмотреть и, опираясь на эти работы, уже практиковаться. Что хотелось бы донести в этом пункте, это компоновка. Что это обозначает? У вас есть лист А3. Уже сейчас вы можете тренироваться. Нужно расположить все свои чертежи ровно на этом листе, не более в правую сторону, не более в левую. Обязательно смотрите, чтобы все чертежи были ровно, как на наших примерах. Теперь перейдем к сдаче творческого экзамена рисунок. Как ранее мы вам говорили, вы сдаете натюркморт из простых геометрических фигур. Но здесь же хотим уже сообщить о том, что какая самая частая ошибка среди абитуриентов, сдающих творческий экзамен. Никогда не стоит использовать метод рептирки для того, чтобы показать тень. Обязательно используйте метод штриховки. О нем мы вам говорили также в прошлом ролике. И бегите уже сейчас, гуглите и тренируйтесь, как же этот метод использовать на экзамен. Но ни в коем случае не нужно бумажкой тереть и создавать тень. Никогда. У меня в руках пример работы для колледжистов, которые идут по сокращенной форме обучения на два года. У вас один творческий экзамен. Это рисунок с вами в прошлых роликах. Мы об этом уже говорили. Это капитей. Еще одно правило, которое мы бы хотели донести вам. Отлично оцениваются работы, в которых чувствуется высокий художественный стиль. Надеемся, что сегодняшний выпуск был для вас полезный. И вы для себя выписали моменты, которые обязательно нужно изучить. Тренируйтесь, чертите. Не забывайте, что все рисунки и чертежи выполняются на формате А3. Также хотели бы сказать, что уже совсем скоро будет наш четвертый выпуск. Обязательно следите. И для вас будет еще очень много полезной информации в нашем закрытом чате WhatsApp. До свидания!